Ну что ж ребятки, я вас всех приветствую, сегодня будет довольно таки интересное видео, в котором я вам покажу автомобиль за 400 миллионов, это машина донатера, если ее собирать, она вам обойдется в 400 миллионов, это редкая бмв с ивента, и сегодня я хочу ее хорошенечко протестить. Я думаю видосик получится интересный, поэтому от вас хочу видеть активность, давайте на этом ролике наберем 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Ну а так не забывайте то, что я играю на проекте Magic Holy Play на втором сервачке, все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а при старте игры вам очень сильно поможет мой промокод, вводите промокод полканов на любом сервачке до пятого уровня, за него получите 300 тысяч рублей. Я вам в свою очередь могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. А перед началом ролика хотел бы вам посоветовать очень интересный канал моего дружбана, моего братишки, называется канал Америкос, это парень, который живет в Америке и играет на проекте Амазер Холиплей. Он делает стримы, розыгрыши, поэтому ссылочка на его канал будет в описании, поэтому заходите, смотрите, подписывайтесь, он будет стараться делать стримы 3-4 раза в неделю, поэтому я вам советую поддержать, буду очень сильно благодарен. То есть вот мы, получается, заходим в призы и есть здесь вот этот автомобиль. Если покупать 160 тысяч снежков, это получается 160 миллионов, поэтому тачка довольно-таки редкая и дорогая, то есть ее можно забрать только с ивента, нигде больше ее взять нельзя. Вы уже могли видеть этот автомобиль у меня в роликах, потому что когда вышло обновление, я на ней катался, вам ее показывал. Но это было не подробно, это просто было быстро, первый мод там и так далее, а сегодня я хочу уже подробно и тщательно ее протестировать, и чтобы мы просто не катались, я буду работать на ней в такси. Я думаю, темка получится реально интересная. И самое интересное то, что этот автомобиль именно сейчас мой, получается, владелец Кирюха Полканов, то есть Максим мне ее передал, за что ему большое спасибо. В качестве благодарности можете подписаться на его канал, ссылочка будет в описании. Итак, что у нас здесь в принципе имеется? Третий чип, аудиосистема, нитро, неон там и так далее. То есть есть все, кроме стробоскопа, поэтому этот автомобиль, если его саму собирать, стоит 400 миллионов. Ну что ж, давайте устроимся в такси, я думаю, поработаем немножко, я давно этим не занимался. Путь таксиста, ребята, я закрыл, то есть путь бомбил и больше я снимать не буду, потому что у вас в этой рубрике нету интереса. Но так мы сейчас просто протестируем автомобиль, посмотрим, что он из себя представляет именно в работе. Ну и заодно покатаемся на нем, я вам выскажу свое мнение, потому что я на нем катался буквально минут 10, это максимум, а сейчас я хочу полноценно на нем поездить, там полчаса, возможно час. Можно будет, кстати, поехать ее немножко переделать под себя на время. Так, в первую очередь нам надо было, конечно, заказ взять, я немножко тупанул, уже полетел просто кататься. Да, конечно, по ускорению она не очень хорошая, то есть я скажу то, что М5F90 много быстрее, она больше для дрифта подходит. Я думаю, можно будет немножко такси покатать, можно будет немножко там подрифтить, покататься, поугарать, то есть чисто полностью. Я хочу сегодня по полной программе протестировать этот автомобиль, чтобы у вас как бы не было сомнений, покупать его себе или нет, там и так далее. Я к ней не привык, ребята, поэтому могу просто, да, могут быть вот такие вот моменты, потому что я к ней вообще не привык. То есть я до нее катался на F90, то есть F90 она вообще по-другому как бы управляется, рулится, там и так далее. То есть к этой тачке нужно реально привыкать. Не могу даже примерно сказать, на что похоже ее управление, она похожа, наверное, больше на E60. Чтобы на ней дрифтить, надо реально, чтобы у тебя были железные яйца, потому что держать ее реально сложно. На этой тачке реально сложно, то есть на ней нужно постараться дрифтить. Сейчас обратно попробуем 360 ебануть. Тут у нас есть лед. Опа. Так, раз. И два. Да, получилось просто, вот это кайф просто. В этом плане, да, она 360 делать нехуй делать. Поначалу она может показаться какой-то конченной, просто неуправляемой. Вот даже я без нитра просто еду, ее заносит, видите. То есть тачка такая, любит бочком походить. Очень сильно любит. И любит это делать всегда. Поэтому к ней нужно относиться, как аккуратненько, так знаете. Как с телочкой, просто аккуратненько, так чисто дал ей под сраку. И все. То есть именно тапку в пол ей давать, ну, вас реально будут разворачивать. Поэтому нужно уметь ее контролировать. Ее очень сильно разворачивать, просто на любом моменте, реально. Но я к ней реально не привык. Просто еще я с Рафика как бы снимаю. Возможно, из-за Рафики ее так сильно несет. Ну, я не скажу, что эта тачка говно, просто управление реально у нее сложное. То есть к ней нужно уметь привыкнуть. Если вы можете ездить на Е60, значит у вас с ней проблем не будет. Потому что, как я и сказал, по управлению она очень сильно похожа на М5 Е60. Если вы на М5 Е60 ездите нормально, то с ней вы, в принципе, справитесь. Вы сами видите, смотрите, я просто на колеса, я отдаю газу, она просто шлифует. И шлифует она 2-200 километров, понимаете? Ну, тачка реально ебнутая. У нас стоящая бэха породистая, понимаете? Бля, у меня складывается такое ощущение, что я вам про эту машину рассказываю так, как будто я вам пытаюсь ее впарить, понимаете? Ну да, но такая зажигалочка, конечно, страшная, видите? Возможно, без Рафики, как я и сказал, она будет рулиться немножко по-другому и попроще. То есть по максималке у нее проблем нету. Максималка 294. Так, следующая доставочка. Доставка это так чисто, пацаны, чтобы было куда ехать, потому что, ну, тупо кататься по карте было бы глупо. Так, сейчас надо это дракона заправить, потому что что-то он бенс у меня схавал так прилично. Но так, в целом, если нитро не трогать, то на ней можно спокойно вообще передвигаться. То есть вот мы едем, поворотик, спокойно зашли. Да ее так чуть-чуть иногда сносит, но без нитро ей управлять очень легко. С нитро ее просто начинают разворачивать. Поэтому без нитро на ней можно ездить спокойно, то есть максималочку вдавил просто и полетел. Если честно, у меня отпало желание качать скилл в такси, потому что, ну, как бы вам это не интересно. А самому этим заниматься, честно, я не особо хочу. Ну что ж, я предлагаю сначала цвет подобрать. Давайте красный попробуем, потому что, мне кажется, в красном цвете тоже на любителя. Вот эти рамки красные, блядь, уебанские просто. Блядь, вообще такая голубая просто лагуна, блядь. Бакс меня убьет, ебать. Похуй. Сделай бы такую вообще, похуй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Блядь, Максиму тачку просто заколхозил. Ебать его в рот. Ну что ж, ребятки, пришло время проверить эту малышку именно в дрифте. Я уже немножко попробовал. Я скажу, что она едет довольно-таки интересно. То есть, ну да, тоже ей тяжело контролиться здесь. Но, в принципе, я с Nitro Propol, то она идёт прям очень бодро. Ну, для гонок она не подходит. Она подходит чисто для чила, для дрифта. Просто покататься. Под фон чисто басы ебажа, ты такой на бэхе. Ла-та-та-та-та, ебать, пошёл просто. Но я думаю, понимаете то, что вот этот трек, его добавили не навсегда. То есть, его, как бы, в конце зимы уберут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что ж, ребятки, вот такое получилось видео, я её протестировал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, ребятки, все, ребятки, все, ребятки, все, ребятки, всех обмя, приподнял, всем пока-пока.